Владимир, в скобках, Влад, 22 года, Москва. Вы жизнь, вы свет и смысл. Вы есть все то, что я искал три года назад. Колесо фортуны повернулось ко мне, и я нашел вас. Я вырос в семье простых рабочих. Мать добрая женщина, поддерживающая меня во всех моих начинаниях, имеющая аристократические корни, в скобках. Отец тугодум с большой буквы и требующий уважения к себе, хотя не за что. Собираюсь переезжать. Уж понимаю, что давит на меня отец, и время пришло покинуть дом. Всегда понимал, что браки зло. Поэтому люблю я тех, кого рядом нет, в скобочках, Нуреева, Висконтии, Бродского. И хочу вам сказать спасибо за то, как вы так изумительно рассказали о них. Именно ваши рассказы помогли огню во мне воспылать. Огню любви к ним и к вам. Одиночество — это то, с чем я сейчас борюсь. Но, как писал Бродский, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь рассуждать о вечности. Я понимаю, что именно оно привело меня к вам и этому удивительному миру, что вы пытаетесь сберечь. Евгений. Свет мой Евгений. Как вы считаете? Куда бы мне податься? Не могу найти свое дело, свой труд. Знаю английский язык, пишу стихи и коллекционирую ароматы. Пока задумывался о переезде во Францию, но это пока только мысль. При каждой поездке в Питер беру вашу книгу и представляю встречу с вами. Имеются ли у меня зажимы, Евгений? И над чем надо поработать? П.С. Я люблю вас, Евгений. И всегда буду наблюдать за вами и наслаждаться вами. Под чудесное пение моего любимого, Лучано Поворотти, и не только. Там. Там. Да. Какие пошли Раскольниковы, понимаешь, которые читают Бродского, смотрят Висконте. Ну, во-первых, конечно, дивные эмоции – это самое важное. Нежная эмоция – это самодостаточное существо, которое настолько прекрасно, оно настолько выше быта, проблем. Вы уже избранник. Вот если вы способны на нежность, на любовное чувство, на что-то возвышенное, на то, чтобы понять, что есть личность и толпа, это уже, ну, так много, что вы уже должны этому быть нескончаемо радостны. При всех проблемах. При всех. Если вы читаете Бродского, вы уже не можете быть одиноки. Если вы читаете, слушаете, смотрите меня, тоже я вам даже запрещаю чувствовать себя одиноким. Я считаю, что, ну, вы должны чувствовать, что я рядом. Значит, для чего я все это делаю? Ну, я действительно рядом с теми, кто хорошие люди. Взгляд замечательный, взгляд глубокий. Я сразу эту эмоцию вот понял, такой взгляд. Зажимы, конечно, есть, потому что вы еще как бы не... У вас все происходит внутри. Все, что вы описали, это жизнь внутри. И это прекрасно, это главное. Это начало, это первый шаг. Дальше это должно процветать. Вот чтобы процветать, это уже... Здесь начинаются сложности, потому что комплексы, проблема, не на кого выйти. Потому что процветать надо как бы на кого-то. А людишки примитивные, убогие. И на них процветать сложно. Иметь такую колоссальную энергию и характер, как у меня, чтобы просто, так сказать, цвести и переформатировать клумбы вокруг себя, под себя. Но это дальше могу нескромно начать, долго. Но это необязательно, чтобы всем было это не нужно. Может, вполне и так прекрасно себя чувствовать. Я думаю, что... Там, конечно, как там, Тугадум, да? Но я думаю, что мы можем заменить на Самодура. Тугадум, отец. И он что-то как-то не третирует. Как там написано? Хочет уважения, но не за что. Хочет, естественно. Чем дебильнее существо, политик, чиновник, какой-нибудь офицер, генерал, чем он дебильнее начальник. И чем, так сказать, он старается унижать подчиненных и требовать незаслуженного уважения и восторга. А вот так, понимаешь, это все, что он может. Он может только требовать и без... Ну, ничего не давая. Это логически. Если вы это понимаете, вы очень много понимаете. Это уже большая победа. Ну, вот я вижу... А, собственно, зачем дело стало? Зачем стало дело? В принципе, как в... Ну, совершенно не в стилистику Висконти, не в стилистику Висконти, а в стилистику талантливого советского... Советского, но талантливого, но советского кинематографа. Знаешь, как там Ахиджакова? Ну, вам мы поможем. Вам... Есть у меня один очень ответственный из сейфа достает дело. Ну, придумаем. Потому что это надо помогать только, наверное, лично. Он там прислал мейл или что-то? Подумаю. Я еще подумаю, потому что надо что-то очень конкретное. Здесь надо очень конкретное, потому что это же не там, где пишут там 27, 40 лет, 50, 60, и перечисляют то, что неисправимо. Здесь-то можно кое-что. Знаете, чем раньше, чем полнее, абсолютнее, чем открытие желания, чем открытие сердца и так далее, тем больше можно изменить. А чем позднее и чем серединка наполовинку, тем и меньше можно изменить. И по совету, и по действию, и по чему угодно. Хотелось бы. И никого, чтобы не обидеть. Понимаете, вот я иногда читаю, что присылают. А здесь, ну, вам мы попробуем. Я подумаю сегодня, завтра подумаю, что-то очень конкретное посоветую. Но я повторяю, что так много уже, у вас уже так много прекрасного в вас, это уже повод счастья, повод радости. Если не счастье, то это повод радости. Радость, так это первый шаг к счастью. Наверное, так. Единственное, что вот эта всеядность, привет и Антону, и мне, да, и потом Повороте, блестящий вокалист, изумительный, великий лирический, лирико-спинтовый, лирический тенор. Но, ну, если вы читаете Бродского и Висконти и так далее, Повороте – это не тенор Висконти. Тенор Висконти – это Корелли. Я имею в виду не только, потому что он с ним работал, а по эстетике, по тембру. И, конечно, если Доминго объемнее, глубже и во всех смыслах интереснее, Корелли, Доминго, и не замыкаетесь на Повороте. Он блестящий, лирический, в своем, так сказать, очень ограниченном репертуаре и ограниченной эстетике. Так что… А вы должны стремиться к абсолюту во всем, включая оперников и певцов. Вот так вот. Дальше. Но замечательно. Продолжение следует...